В среднем на эмоциональных решениях люди теряют от 3 до 7% годовых. Если говорить человеческим языком, то все равно, чтобы потерять половину своего капитала за одну какую-нибудь сделку. Это сообщает нам исследование, проведенное Oxford Risk. Как с этим бороться для обычного инвестора, мы поговорим в этом ролике. Меня зовут Никита Костанда, и я независимый финансовый советник, говорю честно об инвестициях и управлении благосостоянием. И на самом деле это неудивительно, ведь вся индустрия финансовых рынков, она построена непосредственно на эмоциях. Ведь когда вы приходите к брокеру, для того, чтобы вам продать какой-то продукт, он будет использовать ваши эмоции. Когда вы приходите к какому-то советнику, он будет использовать ваши эмоции. Когда вы будете читать, любые СМИ, независимо от того, это будут экономические или политические, или еще что-то, они будут тоже построены на эмоциях, потому что только эмоции будут приводить к тому, что будут появляться охваты, вас это будет как-то цеплять, и вы будете как-то на это реагировать. Но на самом деле качественные и грамотные инвестиции, они скучные и банально простые. Соответственно, в сегодняшнем ролике мы с вами попробуем разобраться с тем, а как же сделать так, чтобы ваши инвестиции были как раз таки такими скучными, и вы не попадались на эти эмоции и не теряли от 3 до 7% годовых. Одной из главных проблем потери денег в инвестициях среди людей являются непосредственно эмоции и принятые импульсивные решения. В принципе, это неудивительно. Как я и сказал в начале ролика, потери эти могут достигать от 3 до 7% годовых. Или, грубо говоря, вы можете потерять половину своего капитала на одном неверно принятом решении. И это на самом деле неудивительно, потому что вся индустрия инвестиций, она построена на эмоциях, и ключевая задача этой индустрии вывести вас на эти эмоции. А ключевыми эмоциями являются страх и жадность. Страх упущенной выгоды, страх потери денег, жадность того, что ты недозаработал и так далее и тому подобное. Ведь именно на этих двух эмоциях и строятся все продажи вообще в любом направлении. Будь то инвестиционный фонд, будь то банковская структура, будь то финансовый какой-нибудь советник или какой-нибудь Вася с сигнальными чатами. Но я спросил, мошенники они или нет, они сказали нет. Ведь если в этом процессе не будет эмоций, тогда, соответственно, информация должна будет прорабатываться через ваше рациональное мышление. И если, соответственно, подключится рациональное мышление, то, скорее всего, человек сможет принять грамотно и взвешенное решение. Но зачем этой индустрии, когда им нужно выполнять свои ROI и другие KPI? И, соответственно, дальше мы с вами разберемся, а что, собственно, поможет вам избегать этих самых иррациональных решений и перестать терять 7% годовых своего капитала. И перед тем, как приступать к ответу на этот вопрос, я хочу задать вам вопрос. А как вы думаете, что является самым главным для того, чтобы сделать ваши инвестиции рациональными, спокойными и скучными? Ну и, главное, эффективными. Свой вариант вы можете написать в комментариях и можем даже подискутировать на эту тему. Одним из ключевых, нет, ключевым, ключевой, ключевым, ключевой, нет, важным, неважным. Ключевое, что защитит ваши инвестиции, вашу жизнь и оградит от потерь, является наличие цели. Большинство проблем возникает именно из-за отсутствия цели, не только в инвестициях, но и в жизни. Когда у вас нет цели, вы не понимаете вообще, куда вы идете, зачем вы идете и зачем вы это делаете, и вообще, что вы в принципе делаете, понимаете? Я всегда люблю приводить в пример корабль, который вышел в плавание без четкого маршрута, без системы навигации, и вот он плывет в море и попал в шторм. Просто задайте вопрос себе, что с вами произойдет в этом случае, когда вы не знаете, куда вам нужно плыть, зачем вы вообще плывете, и тут еще и вокруг шторм. Да, логично, что, скорее всего, вы выйдете из себя, начнете паниковать, рулить рулем вправо-влево, и дай бог, если все закончится хорошо. Но в большинстве своем все заканчивается не очень хорошо, и, скорее всего, ваш корабль потонет, и вы окажетесь в море с акулами, которые вас сожрут. Акулы в этом случае это финансовая индустрия, которая кружит над вами, как хищник, чтобы сожрать ваш капитал. И, соответственно, наличие цели будет являться тем самым маршрутом, который позволит вам фильтровать то, что вам посылает жизнь. То есть, и для того, чтобы сделать ваши инвестиции, прежде всего, вам нужно определиться с тем вообще, чего вы хотите, да, то есть, какая конечная ваша цель. И в этом является самая большая ошибка и упущение у среднестатистического инвестора. То есть, он не умеет ставить себе цели. И не только инвестиционные, но и жизненные. Несмотря на то, что я не являюсь бизнес-коучем или коучем личностного роста, если вам будет интересно, то в будущем я могу записать ролик на тему того, как, собственно, я работаю с целями, что я понимаю под словом цель и, соответственно, вообще, что является цель. Так вот, возвращаемся к инвестициям, да, то есть, как я и сказал, цель является ключевым фактором, который поможет сделать вашу жизнь и ваши инвестиции надежными, безопасными и эффективными. Соответственно, почему цель так важна, да, то есть, как я и сказал, она выступает фильтром. Когда у вас есть четкое понимание, что вот у вас есть точка А и вы движетесь в точку Б, да, и вот у вас такой маршрут, соответственно, на этом маршруте вы понимаете, что у вас будут, там, вот здесь кочки, да, там, вот здесь поворот налево, вот здесь поворот направо, то дальше все поступающие предложения, там, инвестиционные инструменты или, я не знаю, там, какие-нибудь сверхэффективные акции и так далее, вы будете рассматривать с точки зрения достижения вашей цели. И сейчас я просто приведу в пример, что не является целью. Очень часто, когда я задаю вопрос человеку, а какая у тебя вообще цель, да, вот чего ты хочешь достичь, он мне говорит, я хочу заработать денег, но по большому счету это не цель, это желание, да, то есть, или же, там, я хочу приумножить капитал, то тоже не цель, да, это желание, потому что я сейчас дам краткий, скажем, экскурс, что является целью. У цели есть четкие параметры, да, то есть, четкие цифровые параметры, то есть, почему-то люди не очень любят цифры, то есть, для них цифры это что-то такое страшное, а, математика, а, таблица умножения, но именно цифры позволяют оперировать, да, вот к тому рациональному мышлению, которое, собственно, есть у человека. Второй важный момент для того, чтобы сделать ваши инвестиции и жизнь качественной, это знания, безусловно, знания. Но если мы будем касаться глобального подхода, да, то знания в успешных инвестициях, они занимают всего лишь 10% да, от общей доли, то есть, они не являются ключевым, однако, все равно, необходимо получить базу. Что значит базу? Когда человек приходит в инвестиции, он задается вопросом, во что сейчас инвестировать? И дальше он попадает в какие-то сигнальные телеграм-чаты, телеграм-каналы профессоров вше, начинает читать и изучать курсы по тому, как отбирать акции, и там он что получает? Он получает не базу, он получает бесполезные знания, которые, по большому счету, ему будут никак не нужны. Почему я говорю, что вот эти знания, они никак не нужны и никак не помогут сделать ваши инвестиции прибыльными и эффективными? Давайте просто зададимся опять рациональным вопросом. Если бы существовала взаимосвязь между количеством и глубиной знаний в инвестициях, и, соответственно, прибыльностью ваших инвестиций, то, скорее всего, мы бы могли построить какую-то самую элементарную простую функцию этой зависимости. То есть, грубо говоря, вот у нас есть там ось Y, ось X, да, и чем больше знаний, тем больше была бы наша доходность по инвестициям. Таким бы образом все профессора экономики зарабатывали бы трехзначные доходности, да, то есть мы бы могли бы пронаблюдать эту закономерность и эффективность с точки зрения того, что вот мы возьмем профессора и мы возьмем новичка, да, и, соответственно, так как у профессора знаний больше, то он технически должен зарабатывать стабильно и больше, чем новичок. Но на эту тему уже тоже есть огромное количество проведенных экспериментов и опытов, где даже макака, которая бросала дротики, собственно, с выбором отдельных акций, обогнала и показала доходность больше, чем многие профессиональные управляющие инвестиционными портфелями со степенью МБА, чего там еще, ЦФА, КРПА и прочие аббревиатуры, которые вы можете придумать. Таким образом, эта теория просто разлетается в пух и прах, потому что такой зависимости нет. А значит, получается, что зачем тогда человек идет и получает эти знания. То есть эти знания, они бесполезны. И для того, чтобы ваши инвестиции были эффективными, вы должны получить базу, которая позволит вам понять, во-первых, а как устроена вообще сфера инвестиций, какие здесь участники есть, кто на вашей стороне, кто не на вашей стороне, как оно все устроено, какие есть классы активов, то есть, например, класс акций, класс облигаций, класс недвижимости, там сейчас класс криптовалют, какие инвестиционные инструменты есть, там ZPIF, BPIF, ETF, хедж-фонды, mutual funds, да, там, инвестиционное страхование жизни и так далее и тому подобное. Дальше, как комбинировать вам эти классы, какие у них доходности и так далее. То есть это база, которая позволит сделать ваши инвестиции прибыльными и эффективными. И вам достаточно выучить ее один раз, и она останется с вами навсегда, и вы ее еще сможете передавать детям. Скорее всего, возникнет вопрос, а где же эту базу можно получить? И будь я инфо-цыганом, я бы сказал, покупай мой платный курс, и ты получишь всю базу непременно. Однако, да, так и будет. Только я скажу, не покупай мой курс, а этот курс доступен непосредственно здесь, на YouTube, в соответствующем плейлисте «Разумный инвестор», где ты можешь абсолютно бесплатно и свободно получить все необходимые знания, и сделать свои инвестиции эффективными и, соответственно, качественными. И третий момент, который, собственно, защитит вас от принятия иррациональных решений, которые приведут вас к потерям, это является личный финансовый план. Да, понимаю, что для большинства слово «план» — это как красная тряпка для быка, и их начинает вводить в дрожь, они начинают бояться. Однако, когда дело доходит до финансов и инвестиций, я всегда люблю приводить в пример такую аналогию, что все, что связано с финансами, — это есть бизнес, независимо от того, человек, это семья, компания, ИП и так далее. Если дело касается управления и работы с деньгами, это уже нужно воспринимать как бизнес. А теперь просто задайте себе вопрос, может ли бизнес существовать без планирования? Видели ли вы какую-нибудь компанию, которая бы не строила свои планы развития на ближайшие 3, 5, 10, 15 лет? Или компанию, которая не занимается управлением своими бюджетами, то есть входящим потоком, исходящим потоком, уровнем кредитного плеча и так далее? Нет. А если компания этим не занимается, то, скорее всего, компания в будущем будет банкрот. Собственно, что и происходит с большинством людей на этой планете, которые не занимаются планированием своих личных финансов и своих инвестиций. И, соответственно, личный финансовый план, в котором вы четко прописываете свои цели, к чему вы идете, что вы хотите получить, где вы получаете четкую карту того, сколько вам нужно затратить ресурсов для достижения этой цели, когда эта цель должна быть реализована, к какому горизонту и сроку. И когда вы получаете все эти критически важные параметры, то, соответственно, благодаря им вы можете выбрать среди сотен тысяч различных инвестиционных инструментов именно те, которые будут максимально эффективно решать поставленные перед вами задачи. И дальше самое простое. Сформировать под каждую из целей соответствующее ей наполнение. Как это сделать, повторюсь еще раз. Есть большой курс «Разумный инвестор», где вас проведут от А до Я по всем полочкам, и вы сможете сформировать свой личный финансовый план. Либо есть книга «Секреты инвестиций», которую я написал для своих будущих детей, как раз-таки в помощь управлению благосостоянием, которое я планирую передать по наследству. Пожалуйста, все это доступно, курс бесплатный, а книгу вы можете купить по ссылке в описании. Если же у вас нет времени и желания разбираться в этих дебрях и базой в инвестициях в управлении личными финансами, то тогда вы можете найти качественного проводника, который вместе с вами пройдет этот путь и подскажет, что конкретно выбрать вам и как это все сделать. О том, как выбрать финансового советника, какие у него функции и вообще какие они бывают, у нас скоро выйдет ролик на канале, поэтому подписывайтесь, чтобы его не пропустить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.